Правительство России намерено внести в Госдуму так называемый законопроект о тунеядстве. Он предусматривает ежегодный сбор с безработных граждан трудоспособного возраста в размере 20 тысяч рублей. По оценке Федеральной налоговой службы, таких граждан 16 миллионов человек. Как заявляется, собранная сумма призвана компенсировать траты на социальные услуги, в первую очередь медицинские. Сейчас за безработных эти затраты ложатся на региональные власти. Между тем, законопроект подвергается резкой критике. В частности, он противоречит Конституции, согласно которой принуждение граждан к трудовой деятельности в любой форме запрещено. Складывается впечатление, что государство сбрасывает в себя все социальные обязательства. То есть, под видом вот этих вот так называемого кризиса, когда, так скажем, есть внешнее давление, власти, правительство наше доблестное делает все для того, чтобы себя скинуть все социальные обязательства. Закон неминуемо коснется фрилансеров, число которых за два года кризиса увеличилось более чем в три раза. В то же время эксперты опасаются, что пополнение бюджета будет идти за счет уязвимых слоев населения. В частности, по оценке Министерства труда, до конца этого года без работы могут остаться еще более 136 тысяч человек. Из-за кризиса, а также в ходе модернизации производства сократить персонал намерено около 50 тысяч российских предприятий. Прохожие на улицах Москвы относятся к законопроекту настороженно. Конечно, имеет смысл, но стоит его ввести в наборе законопроектов и сделать его последним. А первым сделать, например, увеличение налога, сделать подоходный все-таки прогрессивный налог. Если ты зарабатываешь много, плати много. Дополнительные какие-то налогообложения для государственных компаний, которые такие большие премии выплачивают своим топ-менеджерам, конечно же, стоит ввести налог. Приспределить доходы от добычи нефти. Ну, то есть есть чем заняться. Я, как главный бывший бухгалтер, и это все я представляю. Да, посыл хороший, но он всегда у нас перевернут с ног на голову. Не вычислите вы, такая страна большая, столько народа. Это какие надо применить силы, материальные ресурсы для того, чтобы найти того, кто работает, кто не работает и заставить платить. Законопроект находится в процессе разработки. Уже известно, что от уплаты нового взноса освободят детей до 18 лет, пенсионеров, студентов, одного из родителей ребенка до трех лет и граждан, занятых уходом за инвалидами. Редактор субтитров А.Семкин